Так, что это у нас? Херанов, да? А, куда я вообще шел? А, Плато, да, их Луатуш. Так, это у нас продолжение. Ты не туда выломился, чувак. Так, главное, чтобы вот эта фигня не портила мне мое оружие. Собака. Да нет. Скотина. Вот и все. Я попаду еще в те. Так, ладно. Пока начинается самая интересная часть геймплея. Я хочу поговорить про фильм, точнее сериал Fallout. У него очень много хайпа, его там прям все расхвалили, промообсосали, продлили до второго сезона и так далее. Но... Я возмущен. Даже несмотря на то, что в ютубе вы увидите, почему фильм идеален и так далее. Мне он не понравился. И у меня на то есть свои объективные причины. Не, ну как объективные? Все причины могут быть по большей степени субъективными. Опа. Но я постараюсь объяснить, почему мне он не понравился. Точнее, почему я, посмотрев весь сериал, могу ему максимум дать, ну... Только пять из десяти. Да, как я ранее говорил... Ах, ты же собака. Ах, ты же на него не действует. Вот это стой. Мда. Где короткий клинок мне нужен. Как я в прошлый раз говорил, в принципе, у него... Когда я постарел только две серии... Я могу сказать, что... Первая серия начиналась бодренько. То есть, если не хотите спойлеров, как вы понимаете, вам лучше это не слушать. Но, тем не менее, я пока продолжу. Первая серия началась бодренько. Показали взрывы и все такое. А вот дальше, конечно... Такой серия. Я понимаю, почему его хвалят. Потому что фанатская база у данного сериала довольно высокая. И как крути-не крути... В большей степени... Много плюса пошло от нее. Потому что фанаты увидели фэллаут, увидели знакомые темы. Такие, вау, как круто. Как бы кто-то скажет, неправда, мы смотрим объективно. Да нифига. Фанат никогда не будет смотреть объективно. Крути-не крути, ты все равно можешь на что-то цепляться. Это вот как, знаете, я люблю... Ты свой, не свой? Люблю масс-эффект. Прям очень люблю. Но при этом есть много людей, которые его недолюбливают, скажем так. И их тоже можно понять. Или вот тот же Морвин, который я вот люблю. Но я думаю, сейчас кто-то другой придет. Сыграет, скажет, что за лажа. Вот. А бывалый может много чего рассказать. Ох, йо. Надо по-одному вылавливать. Идите колотить. Так же и тут. В целом... Все выходит именно так, что... Фанаты, которые любят этот сериал, они его и облизывают. Они увидели знакомые цены, знакомые события. Сюжет более-менее похожий... На то, что... Объясните. То, что они хотели увидеть. Наверное, как-то так. Но... Вся дичь основная возникает в том, что... Отвалит мне. Что если смотреть на это холодным расчетом... То сериальчик очень слабенький. Он прям переполнен клише. Переполнен водой. Переполнен всякой дичью и так далее. Они как будто бы пытались именно прям, знаете... Вот. Фанатов игрят, принесите. Ты кто вообще? Да вообще кто такой? Бей его. Я не знаю, что это. Но ты бей его. Блин, даже не знаю, катану взять, наверное. Что ты такое вообще? Так, забрать все. И... О чем я имею ввиду? Давайте я попробую разложить по полочкам. Итак. Как я сказал, сериал начался довольно бодренько. Я думал, весь сериал будет наподобие всей... Этой... Происходящей вакханалии по кругу. То есть, то, что началась война, там покажут этап разрушения, заселение. Понятно, это уже, наверное, мое додуманное какая-то дичь. Потому что, ну... Кому это надо? Но если они начали сериал, так сказать, сначала... Хотелось бы его и посмотреть сначала. Типа, как заходили в убежище. Какое выбрали убежище? Почему именно выбрали это? А не то. Это, конечно, они потихоньку рассказывают по сюжету. Ну, блин, ну... Это такая капля в море, если честно. Сила излечить, велись, пролечь. Потому что ты вот побольше степени ждешь прям вот этап. То есть, представьте, любую часть фэллаута. Да, у тебя начинается завязка, и ты куда-то идешь. И все. И дальше все открыто для тебя. И они попытались в сериал впихнуть эту же логику. Но она не рабочая. В смысле не действует? Где-то молот. А ну, иди сюда. Так, где-то кольцо ледяных болтов. Наверное, ему должно больно быть. Едите, как больно. А почему мне больно? Так, нормально. Сейчас, значит, изображу, как бы вам рассказать. Что мне именно не понравилось? Мне не понравилась клишейность, которая пропитана прям весь сериал. Весь. И как вот, я же говорю, как фанат, я понимаю, почему не схавали, потому что, ну, это же фэллаут, господи. Вы все на нем выросли. Это наша самая крутая вещь, которая у нас есть. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там кто был, я не увидел. Все, увидел, понял. Так, мне таком-то нужна. Ну, если постараться глянуть чуть-чуть объективненько. А черт, вот эту фигню не знаю, как бить. Все, вот застрянь там. О, он сожрал мою отмычку. Все, стой, байдой разберемся чуть-чуть попозже. Или сейчас смогу. О, ништяк. Давай, помогай, дух. Дух, ты будешь что-нибудь делать? Давай, давай. И о чем я говорю? В общем, клишеность всех событий, которые происходят. Потому что реально там как будто это... Как же он мне бесит. Я только все получилось. Только все двинулось. Но нет же, надо было по-другому идти. Да, надо же было ему вывалиться. Действительно, почему бы нет. Ладно, не обращайте внимания. Клишеность событий. То есть, есть гуль, который со всеми перестреливается и так далее. И враги его просто спамят стрельбой. То есть, начинают просто его обстреливать. Он спрятался за укрытием, а они даже не прячутся. Знаете, вот как... То есть, тактический должен взять, выйти, обойти и зайти с другой стороны. Аккуратненько там подкрасться, посмотреть, что у него есть. Там, не знаю. Обойти, бросить гранату. Они стоят на одном месте и просто стреляют в щит. Ну, даже не в щит, а в область, за которой спрятан главный герой. И как бы просто его обстреливают. И... Он их, конечно, выходит и всех один в одиночку разносит. Вот эта клишеность, она уже устарела, что человек в одиночку может так всех раскидывать. Ему нужна тактика. Во-во-во-во. Вот это здрасте. Он меня зажал. Откуда он там взялся? И... Ты просто... Тебе не интересно смотреть за всей этой? Это же собака. Так, и что мне делать? А, черт. Он застрял в двери. Черт. Ну, пошли с этим разбираться. И, которое я события говорю, это не единственное клише, которое есть. На минуточку, там их очень много. Второй, который меня убило... Ну, я сейчас буду походу их вспоминать. Типа, от низкого до бомбящего у меня. Ух ты, силы увеличиваются. Это что есть силовая броня. И... Ух ты ж, как больно. Ух ты ж, как больно. Да ты издеваешься. Толстопред вообще происходит. Есть силовая броня, и... У нее есть дефект, который никто не читил. И этот дефект знает... А, блин, выход, вернись. И этот дефект знает какой-то чувак. Какой-то гуля. Я даже уже не помню, откуда он его узнал. Возможно, там где-то по лору это объясняется. Представо обидно, что если вдруг у меня ничего не получится этой серии, я его пускать не буду. А мне придется заодно это рассказывать. Ну да ладно. Иван, то есть, представьте, допустим, в финальное сражение там отправили орду этих рыцарей стальных разбираться с бандитами, там перестрелка. Тут выходит куль. Все его слушают. Никто не пытается с ним поразбираться, там выяснить, что за фигня, почему он здесь. Опять я, я же вас убил всех, собаки. Ладно, нет времени давать в топку этом. И они начинают его слушать, типа, ну, why not, типа. Так, есть ли там что убереть? Все, в топку их всех. Так, хорошо. Вот, главное это взять и свалить. Все остальное не имеет значения. 4 килограмма. Прада. Мусор. Мусор. Я сейчас вернусь к рассказу про кули. Просто тут надо бежать и сосредоточенно рассказывать. На себя. Постоянный эффект. Ледяной щит. Левая перчатка. Смягчение. А че нет, она халяву. И уксус сладкий, как говорится. Так, алибарда дешевенькая. И короткий меч. 1 на 25. 5 на 10. Нет, он слабее одноручное. Стальной. Это короткий. Но здесь урон магии посильницы. На 25 на 55. Э, тот же день. Все, и уходим. Что мне с ними разбираться? Уже столько раз вылетел, в топку не идут. В принципе, я здесь ограбил. Да ладно, еще есть комната, которая. Зашарил. А как так? В общем, с этими всякими дрогами здесь проблема. Все, в топку их ухожу отсюда. И вот, короче, они всех убивали, убивали. Тут до пришел гули, они стали его слушать. И он стал рассказать про дефект в броне, который только он, типа, знает. И прям никто из стражей стали это не знает. И прям он сделал так удобно. И он начинает стрелять и всех убивает. И прям, как это тупо. То есть, стоят, вот, представляете, дайте. Братство стали, за которых и многие писаются. Их так тупо убили. И серьезно? Это же прям просто кобздец. Какой-то дефект. Где прям одна пуля убивает сразу. Серьезно, да? Ну, блин, это насколько надо быть... Как сказать, без мотивации придумать движение персонажа, для развития его, или как-то оправдать его поступки, действия. Короче, сделать все крутым, чтобы так слить все. Вы это вообще понимаете, нет? И это просто и самое обидное, что, как бы, понятно. Ладно, это я еще могу принять, что не допустим, что там выдумали. Да сколько вас тут? А я могу тебя воровать? Это кто? Жулик. Жулик не воруй, давай проверим. Что происходит? Если у меня штраф. Штрафа нет. То есть ты хочешь со мной сразиться, да? Штрафа нет. Ну, я-то не знаю, имело ли в этом смысл какой-то. Эбонит. Вот так. Нет, лучше давайте, наверное, загружу, потому что в этой игре лучше никого не брать. Так вот, это о чем я. А, финальный замес. Он спокойно убивает трех братов Сталина. Серьезно. С пушками, которые на него почти наведены. А тебе не кажется, ты как-то странно сохранил. И сколько оно у меня будет? Пепельные статуи. Честно, здесь не так много полезного. Такое, что котлетки как-то берите. Ну-ка, он же меня не увидит. Черт. 40 килограмм, конечно, весоменько. Но цена слишком... То есть за килограмм. Тож нет. 40 за 200. 10 за 200. То есть мы за килограмм 20 минут. Да он даже не стоит своих денег. Возможно, если в карат перегнать, но нет смысла. Так вот, о чем это? А, да. Есть момент, где раньше этот гуль, назовем его так, сражался с человеком в силовой броне. И самое странное, что про этот дефект он там ничего не сказал. Никак не использовал. И никак это не обыгрывалось. Как будто этого дефекта и нет. Вот, на самом деле, это просто, как сказать, надо же было как-то сделать персонажа крутым, что он всех спас и так далее. Потому что что-то, типа, тут прилетела целая армия братства. Стали, как мы их разнесем, бла-бла-бла. Короче, они по логике сюжет сами себя загнали, а как разрылить не придумали. И придумали такое, как говорят, бог из машины. Так я и люблю. Смелый прямо. Пойдем, ты мне нравишься. Хм, забавно. Пойдем, ты мне нравишься. Просто жестяк. Я вот просто сейчас вспоминаю этот сериал. Я вот, честно, я вот, кроме начала и парочки моментов, особо не могу ни за что его похвалить. Вот настолько он сделан плохо. Я, вот честно, будь я фанатом, я бы, наоборот, был бы расстроен. Но, я не знаю, почему данные ребятка и ребята его терпят, скажем так. Почему у него похвалили так? Ну, как они все лезть любят. Бумага, бумага. Сегодня великий день. Приветствую тебя. Кость. Странная книга, ладно. Пока нет желания читать. Не знаю, почему. Хотя, том первый, часть вторая. Не, не, не. Да, такую всякую дичь не хочу. Была бы однотипная книга. Так, что тут есть, смотреть не запрещается. И, с другой стороны, можно понять фильм. Потому что он сделан по большей степени чисто для... фанатов. Ну, такое ощущение, как будто он снят фанатами для фанатов. Луны Саех, развеять? Выносливость нет. Типа, знаете, как фанфик тот снял? Вот какие-нибудь... Любит короткометражки, сниматели. Еще вся... Чем-нибудь вот как раз вот это и вышло. Типа, ну, и все, и больше мне. Да, я даже не знаю... Ох ты ж, господи. Чем его хвалить? Да, таким набором могуще все истребить. Четырнадцать. Двадцать восемь. Да, мне, в принципе, ничего не нужно. Я потом все это все равно поменяю на магическое. Сейчас, дайте я соображу. Ведь что-то же еще было интересно, кроме начальных титров. О, блин. Надо бы туда тоже зайти. Блин, а что у меня за квест вообще? А, вот, двимерские артефакты надо притащить. Ладненько. Притащим. Опа, но сначала я бы сходил бы в то убежище. Там мы... Мы в прошлый раз нашли меч. Ты кто? В топку, в топку, в топку. Ну, это тоже товаровство. Опа. Блин, а это прям нужная вещь. У меня же нет штрафа. Штрафа нет. Блин, как тут громко. А, это путешествие, да? От контрабандиста. Ладно, здесь нам тащить пока нечего. Нам нужна какая-то ящерица. Так, давай быстренько вскроем, пока никто не видит. Собака. Все, зашли внутрь. Фух. Так, пока надо потихоньку тоже всякие зельки пить, потому что настанет момент, мне надо будет их... ...заново клепать. Они почти что-то не работают, так как работали раньше, и это странно. Ну, да ладно, в крайней мере... ...на восстановление мы наклипаем. Топор. 5 на 7 не нужно. Садритмора, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Закрытие. У меня где-то откроется садритмора? Да, по-моему, нифига не открылся, да. Блин, надо еще периодически обновление проверять. Так, какие же еще клише... ...клише... А, предвернись обратно. Какие же самые еще больные такие клише, которые я видел, которые я прям триггернули. Так, пристрельбов сказал... А, ну опять же, это диалоги, диалоги, диалоги. То есть, понимаете, фильм рассказывает про пустоши. Именно суровые, стереальные те... Кстати, не всегда все готовы были поговорить. Тебе еще многому предстоит научиться. Ээээ... Как дела? Отлично. Свежие сплетни? Это было неизбежно. Местная преступная организация Команг. Кто мне собирается стоять, смотреть, как гильдиверов прибирает к рукам ее территорию? Будет много крови, гильдиверов едва ли устоит. Так, друг, что у тебя есть полезного? Нет, этого не по дарам не нужно. Отнять здоровье, касание, ничего себе. Ой, рис. Котлеты. Блин, мне это одинарное яйцо нафиг не нужно. Да, в принципе, основное тоже не нужно. Так, а ты кто? А ты кто? Давай маленький секрет расскажи. Давай маленький секрет. Говори со всеми, это недорого, отлично. Пункт толстой ноги, что это? Ты что-то хотел. Даже не знаю. О, Роджиро, вы здесь недавно. Я Роджиро, это Хлау. Добро пожаловать в район горького берега. Я чем-то могу вам помочь или вы заблудились и хотите выбраться? Артефакты двимеров. Какие артефакты Роджиро, ничего не знает. Ай, я упала. Я считаю, что это я могу говорить только с другом. А, черт, я считаю, я желудный сахар схватил. Где он там? Так, ну-ка, давай-ка попробуем с тобой подружиться. Я не, значит, доверяю вам. Я ничего об этом не знаю. Ах, ты же собака. Полторы тысячи стрел. Ну, короче, эта барыга берет все, но у него не так много места. Это мне нужно. На, вот эта забирай. Эта забирай. Э, ну, это наглежит. Причем я тяжелая еще есть. Карибский бренди выпихнуть? Давай за 50, может, друзья. Ладно, я дам тебе еще 2-3 яйца. Это жадная скотина. Сундук. Так, давайте-ка попробуем его. Так, ну, здесь только часть торговца. И вон она, походу, часть торговца. Толстые ноги. А ты кто такой? Торговля. Ну, отмычками вот эту я бы взял. Отмычка мастера. Отлично. Э, давай 95. А чем-то можешь обучить. Ничего полезного. Хорошо. А точнее, знаете, про артефакты. Значит, тогда я могу говорить только с другом. Да вы же нифига не знаете. Тоже мне с другом говорите, но может. Так, а ты кто? Приветствую, дружище рабочем. Не интересует какая. Вот что нам нужно. Мне нужно, чтобы вы доставили эту рабыню в варвару. В Balmoro. Это часть оплаты. Вам это будет. Вам это будет нетрудно. Варан Хеласа, где он валяется. Да, маленькая незаконная дельца. У нас с вараном Хеласом. Я его задолжал за одну сделку, которую мы заключили давным-давно. Рабина должна платить мою часть сделки. В некоторых из этих рабов бывает просто куча денег. Кстати, тебе нужна работа. Нет, очень жаль. Пока нет. Артефакты? Скотина. Деньги. Деньги. Пресыщенность. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ладно, без разницы. Фигаси. А, наверное, нет. Ладно. Так, артефакты. Какой-то чувак не доплыл. Отмычка наемника. Вычурное кольцо. А то мне оно дар мне нужен, в принципе. То есть здесь когда-то был какой-то проход и... Да, ничего полезного. Где-то у Раджиры там валяются артефакты, а где их достать неизвестно. Это какой-то путь контрабандистов. Блин, пока не могу вспомнить про... Еще клише, потому что их было так много с одной стороны. А с другой стороны достаточно много. Как бы это странно не звучало. Торговать, что у тебя есть... Все не то, что это. А, ну это я прочитал. В принципе, я тебе больше ничего в этом плане не нужно. А, вот эту вещь зверену. Дорогаешь, капец. Давай хотя бы 90. Ну, бежливо, нет? Я чувствую, что кто-то за мной наблюдает. Да, может, наблюдает. Комнату варвару достать надо. А где его искать, никто не знает. А ты кто? О, кстати, да, я что ж могу поремонтироваться. Даже ремонтировался. Но халяву-то что нет. Столько ремонтных болточков. Так, ну ладно. Здесь, снизу, мы знаем, что артефактов двимеров нет. Рабыню забирать даже не знаю, имеет ли смысл или не имеет. Это нужно будет перейти в Балмору. А, блин, походу, придется сделать обычных. Стрелы, стрелы, стрелы. Стрелы, стрелы, стрелы. Да, где ты заныкал их? Да, особо ничего. Так. Это Раджир. А может, он просто здесь тусит, а у него есть свой дом. Что за боевая музыка? Дом Акур. Дом Бла-бла. Нет. То есть Раджир там. Сейчас, что мне за квест? Что Раджир из пункта толстой ноги в Хлауду обещал достать некоторые двимерские артефакты Кильдиги и Хабаси. Вопросил принести двимерскую трубку. Зачто. Ты кто у нас? Ты у нас просто черпила, да? По помощь! Стража! Бор! Да, 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 да. Сейчас мы его остановим. По помощь! Стража! Бор! Рукопашный бой на халяву, чё б нет-то? Котлетки. Да нет, у меня, что-то фига попыток будет. Фига себе, у них тут книг-то накидано. Да я как бы ни туда, ни сюда. Надо бы тоже понабирать себе хоть котлеток, но да ладно. Артефакты двимеров, свежесплетния. Да, 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 да. Как бы рабынь, я-то могу взять и свалить по-быстрому в Балморо. Или она не падет со мной. Вот в чем вопрос. Что это? Посох. Хороший посох. Удар огнем, холодный, молнии, короче. Всем бьет. Всем, чем только может. Может, его убедить надо? Хм. Так, а это плохо. Угу. Так, чисто проверить. Хомякаем. Доброе, скажи, да. Но делиться не будете. Как-то может не делиться. Че едим-то? Че едим? Что едим? А, тогда неинтересно. Ты крылая, перец. Так. У меня, походу, он разводит. Но давайте проверим. Двимерские артефакты. Нет, Роджиро лжется. У Роджиро есть артефакты. Двимеров. Хабаси это знает. Если ты убьешь Роджиро, Хабаси будет думать о тебе хуже. Но и только. Если ты украдешь Роджиро, Хабаси подумает, что ты умный. Возвращайся в Роджиро, найти там двимерские трубки узорчатые. Блин. Блин. Ну-ка, ладно. Давайте тогда пока я загружусь. Уж, в принципе, я этого ожидал, что он врет. Так, но если я сейчас пойду сюда, и опять сюда. Так, ладно. Давайте возьмем пока. А че, Парси? Сейчас и узнаем. Паработитель, умри. Вот они, Нисси. Ты обманул меня? А вот это давайте пока будем разбираться. Потому что я в целом могу это забрать у него. Спуститься вниз, взять рабыню и пойти в Балмору, раз так просят. Либо взять сразу крутую отмычку, чтобы не профукать. Направдаю, там на Балмору уйти не смогу. Но это другой момент. Собак. Почему он не сработал так быстро, я не понимаю. Это же мощная отмычка, она должна легко открывать. Там же модификатор ростки. Чисто в теории я могу ему подкинуть, сделать какую-нибудь зельку. типа Паралича закинуть, и он не должен меня видеть. Давай, 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 давай. Сработает и скотина. Серьезно? Давай. Так, стой. Сработай. Да, блин. У меня же был этот, миллисекунда его. Просто надо понять, как работает вся механика. И тогда будет все проще. А, я так не смогу. А если отползти, взять то, где есть? Как-нибудь сюда. Взять в одну вещь, стиль кинуться. Нет, она сразу, да, срабатывает? Надо как-то закрыться от обоих. Ну, как? Давай, пока сюда залезу. Тоже видите, да, меня. Один здесь. Тоже видит. Собаки, что мне делать? Как мне от двоих избавиться? Так, ну... Так, ну... Представить не могу, чтобы съесть что-то подобное. Почему здесь нет дыма никакого? Так, ну-ка, если я сделаю атаку. А, и теперь сработал, да? Да. Блин, даже не знаю. У меня не получается пока украсть незаметно. Она, в принципе, говорит, что, конечно, если ты его убьешь, как бы, мне вообще поплевать. Ну, блин. Давайте пока зайдем сюда тогда. Возьмем на Балмору. Ладно, давай я отведу твою эту рабыню. Отлично. Вы найдете хиласов Балморы в восточной части города. Просто скажите ему, что вас послал Релан Ари. Аринин, позаботьтесь об рабыне, дружище. Она стоит больше, чем вы можете вообразить. Эта рабыня с виду ничего из себя не представляет. Но все-таки кое-что особенности есть. Понимаете, что я имею в виду? Нет? Я выслушаю. Ну, давай. Релан Ари Тин. А где? Да, я доставлю. Так, мне пришлось согласиться доставить рабыню... Рабыну Варану, хиласов Балморы. Его можно найти в восточной части города. Где? Неизвестно, да? Ладно, пойдем. Интересно, если я выйду на то, что она выйдет. Нет, она там застряла, что ли? Да ладно. Э, а ну вернись. Нам надо будет с тобой прогуляться. Так, ну ладно. Супер. На вас донесли. И это сразу штраф. А как я это могу украсть, чтобы на меня не донесли? Вот что вопрос. 170. Блин, нет, как же это украсть, что? Надо подумать. Должен же быть способ. Должен быть способ, как это украсть. Невидимость скидывается сразу, как только я... Ну, возможно, здесь нужно какое-то кольцо хамелеон или еще что-то. Ха! Давай-то. Все, это я все упер. Супер. Никто на меня не донес. Хабаси будет довольна. Все отлично. Все, осталось добежать только до... Балморы. Нормально, хотел, конечно, по-другому бежать, но да ладно. Так, Рабина? Да. Кто такой Ролан? Слишком боится курицами. Да не переживай ты так. Да, он мой хозяин. А теперь мне нужно внести плату. Что за плата? Нет, нет, Рабина только часть платы. Рабина заставили поглотить много мешочков с луной сахаром. Вот настолько настоящий плата. Надежды на спасение нет. Фига себе как нет. У Рабина ничего нет, кроме собственности Рана Хеласа. Он, скорее всего, убьет Рабину, чтобы достать наркотики из ее живота. Моя единственная надежда, что вы не отдадите Рабину этому чудовищу и поможете мне бежать. Есть люди такие, как Им Келайн в Эбангарде, которые помогут, помогают таким, как я, вернуться домой. Но если вы отведете Рабину к Органианскому миссию, он поможет Рабине. Я помогу тебе попасть к Им Келай. Вы сделаете это? Вы, конечно, благословенные богами. Рабина, благодарю вас. Давайте путешествовать вместе. Так, а где этот Эбангард? Так. Супер, а где Эбангард? Пойдем вместе. Следуй за мной. Так, ладно. Как мило. Она мурчит. Так, мне нужно Эбангарда. Эбангард, надеждах, знаете. Эбангард. Здесь, в принципе, все уроды, имена фигня уже. Так. Сайдан, Нин, Гнис, Альдрон, Кальдера. А это кто-то стоит там такой. Понял. Может, он сзади, где Эбангард? И отставай. Норд у себя какую-нибудь дичь затеевает. Приветствую. В этих местах надо вести себя очень страшно. Тут полно опасных. Даже говорить не стану. Что может случиться с неосторожным путником. Ой, да, да. Опасные времена. Они вас ослепят. И перережут глотку. Вы и глазом моргнуть не успеете. Не стоит носить при себе ничего ценного. Вообще-то, лучше бы вы отдали мне золото. 100 сэмптив, например. Если вы это не сделаете, дорога покажет вам более безопасно. Ты серьезно? Вот нифига вы не учитесь. У самого с душой такая. Здесь. Так. Стоп. Куда идти-то этот Эбангард? Блин, я бы вот в эти хотел восходить. У меня нет Эбангарда на карте. Сейчас дайте я загуглю. Хотя бы понимать, куда бежать. Может, ты проще в этот запогреть как раз. Уроду этому. Эбангард. Морвинг. Да, господи, откройся картинка. Эдис Эбангард. Пуш-то это сайден нин. Он гряд где-то с этой стороны. А, Эбангард где-то здесь. Блин, вообще не по пути. Ладно, пошли зайдем через Балбору. Конечно, конечно, не в тему. Просто я могу зайти к Хабаси этой сладкоголосой. Так, надо бы немножко сейчас встать. Зелик нагнать себе. Буквально чуток. Какой яд, блин. Чисто набег. Где там котлеты были? Ты пойдешь. Рисы, котлеты. Пока чисто помелочить. Это снизу же были. Не вижу котлет. Котлеты же были, только что я шлистал. Топ-95 штук было. А вот они. Нормально. Во, теперь хоть будет что попить. Телькинесс. Чисто такое на расходнике. Так, сначала мы зайдем с тобой в Балмор. Потому что Балмор отдаст нам как раз. Мы закроем квест по Хабаси. Возможно, оттуда возьмем еще что-нибудь. Кстати, я у тебя могу что-нибудь вообще украсть? Нет, не могу там. Отстой. Так. Балмора туда? Да, ладно. Пошли туда. Кто же знал там? Это враг? Враг. Красиво. И у меня уровень. Супер. С одной Балморе и отдохнем, если допишем. Надо бы живу река здесь кинуть, чтобы знать, что он здесь умер. Уж трупы исчезают, а вот вещи нет. Блин, капец намедленное. Блин. Надо бы дня подождать, конечно. А ты поедешься ближе? Нет, она прям тащится очень медленно. Потому что я бы вот это зашел, конечно, посмотреть. Сто пудов где-то вот с этой части еще пещерки есть. Просто ладно, мы еще здесь когда-нибудь будем пробегать мимо. По-любому проскачем. Ну давай, тащи свои пушистые лапки со мной. Капец, она долгая. Что бы еще рассказать? Так, в принципе, я еще рассказал. Скоро завершать пора. А темень, конечно. Ну, а выздороветь можно. Супер. Сила ровно 3-3-3. Супер. Так, ну если мы чего увидим, можно будет грохнуть это. У меня пошел перекач ловкость. Нет, не пошел. Давай, 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 давай. Конечно, хочется везде заглянуть. Ну ладно, раз мы конвоируем. Почему бы нет? Что? Нет. А это кто? Целый храм. Блин, я с этой бабой все пропущу, интересно. Это не грязь, грамп? Нет. Так, ладно, балмора туда. Отлично, это что? Надо, пошли. Жалко, что с ней не работают все стандартные вот эти перемещения, путешествия. 29, идите, колотить. Надо. Все хорошо, просто, чтобы его убрать. Блин, причем если у него упадет, она что-то пешком идти сможет там. Я сюда еще вернусь. Это, по-моему, оркская крепость. Это там кто-кто где. А она молодец. Все, ништяк. Блин, что-то... Опа-на. Нет, вот это я уже пропускать не буду. Вот это я не могу пропустить. Ладно, давайте на этом закончим. Ты умрешь, нет? А в пещерку уже пойдем в следующей серии. Возможно, она, кстати, со мной пойдет. На-на. Хей. Слишком мощно, да. Вот, пойдем сюда в следующей серии, чтобы узнать, что у нас есть. Блин, здесь только всего не прорезает свет. Блин. Ну, хотя мы уже рядом. Но она по горе не пройдет. Надо будет бежать. Ее здесь оставить, чтобы не забыть, что мы бежим по дороге. И все. Так, давайте посмотрим, что за писька от Кая. Любого на письмо Мелоны. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, давайте просто добьем то, что у нас здесь. Блин, че-че. Что это? Приход трибунала. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ладно. Не то все. Не настолько интересно. Да, у меня всегда была идея, когда я буду проходить, прочитать книги, конечно. Но, а, че-то не то. Редкие данмеры. Не все истории интересны. Либо я просто читать не умею. Вот эти заодно сбагрим. Все есть. Хо-ро-шо. Бум. Ну, давайте пока тогда на этом мы и закончим. Продолжение следует...